добрый день я прямом эфире на своем же канале канале разумовской и сегодня мы будем говорить о быстрых делах которые мы можем сделать с вами ежедневно помогая себе любим в том чтобы ни в чем не нуждаться эти слова произносились веками я помню у нас в доме всегда эти слова произносились когда бабушка была испечет хлеб она обязательно на маленьким детям рассказывала что нужно делать это нам казалось игрой это нам казалось талантно что там бабушка шутит на самом деле вот сейчас время прошло я сама стала бабушкой скажем так по возрасту и я знаю что эти слова принесли мне много пользы и я очень благодарю свою бабушку за то что она меня научила таким вещам о которых многие не знают но настало время наверное нужно поделиться с другими людьми как и каким образом сделать так чтобы стать богатым для кого-то богатство это миллионы яхты дворцы для кого-то богатство двухэтажный дом машина достойная хорошая работа а для кого-то богатство небольшой уютный доме куча детей велосипеды и радость жизни у каждого из нас разные взгляды на жизнь и каждый из нас думает совершенно разных вещах не о тех кто думает миллионер хотим конечно нет вопросов кто спросить у вас не хочет быть миллионером но сколько было таких случаев писали в газетах рассказывали по телевидению когда простые люди выигрывали миллионы я помню такой был случай муж женой выиграли миллионы простые совершенные люди что они сделали в первую очередь они купили пять мешков сахара два мешка гречки и муки не знаю сколько мешков вы понимаете это склад человеческой жизни они другого не знают как по другому распоряжаться этими миллионами и миллионы которые к ним прошли они быстренько быстренько ушли потому что купили какую-то квартиру ненужную совершенно которую невозможно содержать не имея постоянного дохода и таким образом деньги разошлись богатство подержали в руках и она ушла но мы-то с вами знаем что мы хотим богатство того на том уровне на котором мы живем и этого будет достать поверьте мне будете были жить достатке будет вам хватать денег на тонусе на разное там веселые мероприятия поехать на отдых даже ту же машину купить у каждого по-своему и поэтому не думаете эти слова которые сегодня я вам расскажу то что нужно делать чтобы быть богатым богатым лично для себя то как ты видишь жизнь это богатство которое ты сам себе представляешь это нормально не стремитесь к тому чего вы не сможете сделать не стремитесь к тому чем вы не сможете управлять нужно быть потихонечку подниматься по ступенькам даже вот талисманы у меня они тоже двигают человека по ступенькам никогда я изначально не дам талисман могущества сначала талисман удачи первая ступенька славы почести богатство вторая ступенька третья ступенька покровительства и любви всех людей вокруг тебя чтобы не было у тебя врагов и уже последняя самая последняя ступенька талисман могущества талисман который будет тебя защищать и давать возможность управлять людьми так было всегда и поэтому то богатство которое вы хотите видеть у себя чтобы выплатить кредит не огромное то что вы набрались не думая своей головой а те кредиты доступные для вас которые можете выплатить купить там дети а детям школу полностью собрать себе одежки какой-то прикупить дома покушать мебель какой-то коврик веселый купить но то есть жизненное богатство которое нас окружает у каждого по своей ступеньке на которой мы находимся поэтому когда вы будете произносить слова эти не думайте что вы станете сразу завтра проснетесь на яхте к яхте нужно прийти прийти постепенно выполняя те процедуры те ритуалы которые я вам рассказываю но то что вы можете делать каждый день кушая хлеб бабушка пекла хлеб раньше магазины как-то особо не ходили но это же было сто лет назад слушайте я вам рассказываю даже на этого себе не представляете как это напекли хлеба укрыли шикарным полотенцем линяным этот хлеб будет лежать месяц потихоньку мы таскали его корочки резали и что нужно было говорить на этот хлеб бабушка знала о ключах соломона ключи соломона это те ключи которые открывают будет богатство и если ты эти ключи имеешь то ты действительно не будешь бедствовать я не говорю ты будешь миллионером но ты не будешь не счастливать знаете что ты сидишь и не знаю что завтра делать нет ни копейки так этого с вами никогда не случится если вы будете делать как я скажу вам сегодня хлеб покупается свежий не тот который полежал у вас уже там хлебница или где-то пакетики нет хлеб должен свежий какой магазине вы не знаете главное что вы его принесли с магазин отрезайте не толстый кусочек хлеба себе любимому отрезали кусочек хлеба взяли соли взяли соли просто посолили но моей бабушке всегда была четверговая соль которую я набираю когда приходит чистый четверг я не набираю в этот день нужно просто пойти купить соль без сдачи это считается четверговая соль ты отдал деньги за эту соль ты получил эту соль мне и хватает надолго может и год у меня быть и на второй год пойти но я же не одну пачку покупаю ваш понимаете мне как бы для работы вам одной пачки будет достаточно ну она недорогая купите больше про запас но четверга пока нет чистого у вас этой соли не может быть вы берете простую соль тоже куплено не то что у вас доме стояла в солонке уже грязная там или какая-то не совершенно новая соль вы пошли в магазин купили пачки соль высыпали там куда-нибудь в баночку чистую закрыли крышечкой это соль вам будет для вашей работы потому что это работа ежедневная не так ежедневно что нельзя день пропустить нет вот когда вспомнили взяли сделали и дальше идем по жизни вспомнила ой что-то там кошельки у меня же денег не хватает наверно что-то нужно делать взяли сольку отрезали кусок хлеба посолили соль и не сильно чтобы вам было так не приторно кусать этот хлеб смотрите что нужно делать как делаю я допустим не срезаю корочки у этого куска хлеба я срезаю корочки у меня остается в руках один мякиш я посолила этот хлебушек и нужно откусить три небольших куска не кусайте но вам неудобно будет произносить слова их не надо четко говорить вы должны как пробубнить допустим откусили кусочек и говорите ключ соломона у меня но кусочек 1 не глотаете откусили второй кусочек отправили за щеку и второй раз повторили ключ соломона у меня и тогда уже кусается третий кусочек повторяются слова ключ соломона у меня и тогда эти три кусочка вы хорошенечко разжевываете и съедаете все вот эти самые главные три куска произнесенные с такими словами троица святая троица три кусочка вы откусили и потом вы как бы перемешали вы проживали будете это часто делать замечательно если вам так много денег не нужно и у вас более-менее хорошо чтобы поддерживать свое благополучие для этого нужно потому что знаете люди которые возносятся легко очень тяжело падает и поэтому нужно всегда думать о том что если у тебя все хорошо и денежка водится и с работы и там и сям людей завистливых море море я вам говорю особенно сейчас слушайте я уже практикую очень давно но то что творится сейчас это зависть просто черная и поэтому даже у тебя все хорошо и денег у тебя есть и дети твои успешные все несложно это сделать ключи соломона должны быть с вами тогда и удачи и богатства сопутствует человек нужно знать эти три слова вот сейчас кто просмотрит мои видео те люди будут знать о том что ключи соломона будут с ними все остальные будут смотреть на то как вы хорошо живете и от чего вы так живете вы никому не рассказывать если человеку нужно если высшие силы хотят поднять его над людьми хотят дать ему денежное равновесие откроют глаза человек найдет в интернете это видео и поможет сам себе если высшие силы не хотят и дать этой помощи то видео такое человеку не надо если вы избранный в этот круг хранителей ключа соломона замечательно не спешите не думаете что вы один день так сделали и уже вы будете выглядывать там где же эти денежки просто живите так каждый день такой жизни вы не заметите как ваша жизнь наладится откуда ни возьмись все приходит и вы потом запомните что это нужно регулярно делать кушайте вы каждый день хлеб покушайте тоже каждый день и конечно язык у вас не отвалится если вы три раза произнесете эти слова смешаете за три укушенных кусочка хлеба с ключами соломон и проглотите учите своих детей пускай они учатся но успех в учебе тоже входит в состав этого ритуала то есть человек богатый человек успешный если ваш ребенок будет делать так как я говорю то есть успех придет именно в таком плане что поступит куда-то отучившись найдет хорошее место хорошее место даст хорошие деньги то есть это можно все делать на протяжении жизни не напрягаясь не ища там каких-то шаманов каких-то там больших огромных специалистов а просто самим о себе позаботиться запомнили хлеб свежий купленный магазин вот вы один кусочек отрезали сделали и уже с этого хлеба вы ритуал делать больше не может то есть когда там через день через два на новый кусочек хлеба новый свежий хлеб купили опять делайте так отрезали себе там хотите отрезали своим детишкам то вы уже сами будете распоряжаться всем этим свежего свежей буханки хлеба не стоит которую валяется у вас или лежит пакетики или в хлебнице принесла домой сделала смешала 3 села в идеале конечно придет чистый четверг я вам напомню даст бог если мне память и я вам напомню что водите магазин купите чистого четверга соль она вообще давно каждый день думаю приболел подсалит чего-то этой чудо 10 чудо действенное не найдется ни одного мага у которого нету это четверговой соли это мы запасаем сто процентов воду скрещение пасхи и четверговая соль это у любого мага она должна быть должна быть у вас потому что мы добавляем эту соль вот для таких вещей о которых я вам говорю или на выздоровление или на снятие порчи я добавляю немножечко святую воду щепотку соли этой четверговой и когда человек выпивает остатки порчи которые в желудке остались они тоже расплавляются ну я вам не буду рассказывать дальше что там делается главное то что я посоветовала не сложно спокойно купила хлеб помню об этом забыла ничего страшного не расстраивайтесь на следующий раз не покупайте специально для ритуалов нет посмотрела вспомнила дома там кусочек небольшой хлеба осталось надо прикупить прикупила пришла домой отрезала а вот так что со счастья побежал в магазин я сейчас куплю я сейчас сделаю не просто по обстоятельствам целенаправленно никогда не бывает той удачи о которой я вам говорю принесла хлеб вспомнила значит высшие силы дали тебе память вспомнить об этом ритуале сделать это чтобы действительно у тебя все было хорошо и замечательно чего я добиваюсь принципе чтобы вы вышли на достойную хорошую жизнь вы ваши дети ваши семьи любимые и близкие все люди которых вы обожаете которые вы хотели видеть в достатке в радости и счастье дело в том что этот ритуал еще и мозгов добавляет понимаете человек когда начинает планировать свою жизнь свои расходы доходы вот эти кредиты брать не брать то есть идет управление и прояснение ситуации делать это не делай но вы попробуйте а потом не будете вот записать и вы знаете что это такое простая ситуация которая доступна каждому человеку сделаете потихоньку потихоньку увидите как ваша жизнь поменяется не ждите результатов феерических это только волшебная палочка может сделать это в сказках а всегда работа именно в этом направлении она тяжелая она каждодневная этот человек который хочет чего-то добиться он должен быть упорным настойчивым и тогда он будет добиваться это и в жизни так если человек по характеру такой упорный настойчивый в работе там в бизнесе он добивается вы же это прекрасно знаете а тот который лежит на диване знаете как бы по щучьему велению хочет что-нибудь получить но это бывает редко хоть и тоже бывает хотя он тоже бывает вот эти дети помните рассказала как выиграли батарею тоже видите дали возможность сказали на а ну давай посмотрим как ты распорядишься всем этим и результат кто читал газетах и по телевидению смотрел плачевные как и должно быть человек должен получать по чуть-чуть покрепиться и ценить это цените каждый день своей жизни делайте так чтобы у вас все было хорошо очень даю много маленьких легких ритуалов которые помогут вам выживать небольшом таком огромном ритуале три дня не ел три дня не спал там питался не знаю чем там хотя и такие есть я ж не отрицаю но вот такие мелкие ритуалы они больше дают пользы потому что они в принципе на долгое время рассчитаны есть упорство получишь нет упорства живем как жить но я для вас даже желаю что только в богатстве других посылом я вам не делаю все кто смотрит меня только чтобы были богатые счастливые хоть каждый день я эти мантры готова вам повторять потому что нужно обязательно посылать вам только положительную энергетику чтобы вот сели такая вся озабоченная расстроена всеми своим кредитами мужьями детьми послушали передачу получили энергетический такой приятный сюрприз от разумовской стали сказали пошла я делать все что она сказала главное чтобы у меня все получилось этого я вам желаю а сейчас прощаюсь пока пока отдыхайте сегодня воскресенье